Девушки отдыхают 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 По данным налоговым органам 70151 объект жилого фонда и 1645% общего количества находятся в собственности львотной категории граждан, освобожденной от платы налогового имущества. Потенциальная сумма увеличения поступлений в налоговое служеб города в Казахстане составит порядка 25 миллионов рублей ежегодно. В связи с принятием данного проекта признали утратившим силу постановления изменения в принятии иных правовых актов польского городского строительства. На основании службы прошу принять это указанное решение к рассмотрению. Пожалуйста, Александр Александрович. Данное решение, оно возникло тем, что мы хотели бы увеличить спору налогового цивилизма жилого фонда. Правильно? Когда я читаю ваши произведения на результаты и смотрю, что налоговое нагрузку в расчете на один объект жилого фонда составит по типовому жилю в многоквартирных домах 80%, а по элитному жилю 7%. И вот когда я читаю, вот из 25 миллионов, сколько деньги соберется с южного жилья, а сколько из типового в многоквартирных? Вот это потом не делится. Я предлагаю этот вопрос более вопросом обсудить в комитете, потому что я назвала, что более 87% типового жилья, это будет увеличение налоговой нагрузки от 5 до 30 рублей в год. И на лица. На, 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 на квартиру. Я, вы когда зарегистрируете все эти кафе, все, которые находятся, чтобы они перешли из разряда недостроенных объектов в готовые объекты, когда-то я с вами согласен. Я считаю, что 90% вот этого самого невидимого жилья, которое у нас есть, оно все-таки пока еще и чисто недостроено, но в многоквартирном объекте будет получать. Увеличение налоговых ставок на 30% в отношении жилых в данном квартире. прежде всего должно ударить по владельцам элитной недвижимости. Между тем, недвижимость стоимостью свыше 500 тысяч рублей, в предстоянии даже инвентаризационной стоимости. Сюда попадает не только элитная инженера, но и, скажем так, представитель среднего класса. Сколько обравданного увеличения этих налогов и нагрузки на 30%? Я вам хочу это просто таким образом, что это инвентаризационная инвентаризационная стоимость. Я понимаю. Инвентаризационная стоимость предпостановки на катаспортных учетов, она значительно ниже инвентаризационной стоимости. И как раз стоимость инвентаризационной 500 тысяч или выше не пропадает в отношениях среднего класса. Пожалуйста, две на тысячу вопросов. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, я не забыть. Так, дожди, я что хотел уточнить. Все-таки инвентаризационная стоимость, она может измениться и неожиданно, но, как говорится, так ли? И коэффициент не прятал. Если вы установили просто 20-го, 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 20-го. Инвентаризационная стоимость, она пересматривалась в последний раз, в 2005-м году. С этого момента инвентаризационная стоимость не пересматривается. И сейчас федеральный коммуникатор внес изменения, когда мы с вами должны будем перевести наше население на уплату налогонных средств, приближенность под катастрофой стоимости. Это совсем неная категория. Вот катастрофая стоимость, она приближена к рыночной стоимости. Но на самом деле, честно сказать, даже Министерство финансов России, опасается за введение в этой ерунде, потому что это большое, как раз огромнейшее нагрузка. Мы считаем, что в том, что эти нагрузки увеличены относительно тех, в содержании, которые в настоящее уплачивает сейчас. И мы считаем, что с шестого года у нас ничего не изменялось. И, в общем-то, тот коэффициент дефектора, который премьер-то устанавливает в Минокровом развитии России, мы с вами сами не устанавливаем, мы применяем только дефекторы в Минокровом развитии. Мы предложили вам актуализировать наши нормативные акты для применения в соответствии с вашими федеральными законодательствами. Мы с вами пока не переходим на катастрофу стоимость и не увеличиваем имущественную стоимость. Да, мы в случае переходим на катастрофу, мы наносим большие катастрофы, мы не можем менять. Это мы с вами будем рассуждать. Есть еще один вопрос по другим категориям градусов. Будет нормально, и другие можно написать, так и так. И мы сейчас вам представим, что определяет другие категория. Недорогие на катастрофы. И мы с вами у нас требуем лишения Минокровского государства по-стотипаме, наимущества, так и полной пилинчей. Красная конструкция, как раз там, почетные жители, переплановка, это в том числе от других категориям градусов, которые не относились в федеральных законодательствах к работе категориям. Продолжение следует... Еще вопросы, пожалуйста. Желающие выступить? Юрий Николаевич, спасибо. Уважаемые коллеги, данный вопрос рассмотрен. Комитетам рекомендовано принять данный проект решений. Красная конструкция. Уважаемые коллеги, ставлено голосование решений комитета на территории города, они получат дополнительно в своих квитанциях налог в расчете от 5 рублей до 30 рублей. И как раз основную, конечно, нагрузку на бюджет семьи понесут те граждане, которые обладают элитной недвижимостью. На самом деле, таких домов, коттеджей не так много на территории города, но тем не менее, у них нагрузка составит от 300 рублей до 7,5 тысяч в год. Это единовременный налог, он платится один раз в год, будет оплачиваться, если все будет принято, это будет оплачиваться в конце 2015 года. Насколько это увеличит? 25 миллионов рублей мы ожидаем увеличить. То есть это прогнозируемо? Да. Может ли как-то человек, я не знаю, пересмотреть элитную недвижимость? Нет. От чего это зависит? Это зависит от стоимости, в первую очередь, и от площади жилого помещения в расчете на одного поживающего. Кто это будет подавать эти данные? Обязан ли будет сам человек подавать? Нет, абсолютно не нужно ничего уточнять, не нужно никуда бегать, ничего пересматривать. Инвентаризационная стоимость, она устанавливается органами БТИ, она передана в налоговые органы уже давно, и на протяжении многих лет не менялась. И здесь граждан мы абсолютно никак не задействуем, просто эта информация, которая в налоговых органах в настоящее время есть, она уточнился на коэффициент депутата и все. И по поводу детских садов, которые передают помещения под детские сады, нужна определенная сумма 150 миллионов. Есть ли она в бюджете, если нет, откуда планировать? Нам передают помещения для размещения детских садов вместе с субсидиями. Как только мы примем эти помещения в собственность муниципалитета, нам субъект, то есть Омская область, передаст субсидии на восстановление этих помещений. Субсидии в полном объеме? Да, в полном объеме. Софинансирование, скажем так. Какая часть будет? Не более 4% в нашей доле. От общего объема ремонтных работ и материально-технического оснащения. Но 150 миллионов это только субсидии, плюс на них еще 4% это как раз. Ну да. Спасибо.